Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема этого выпуска. Убил и забрал драгоценности или несчастные случаи? По подозрению в убийстве задержан 25-летний дагестанец. Большая уборка набирает обороты. Дорожники проводят очистку автомобильных дорог от снега и слякоти. А в столице республики по инициативе муфтията начался масштабный субботник по уборке мусора. Сто лет в эмиграции. Картины дагестанского художника Халила Бека Мусая Сула возвращены на родину. В Дагестане задержан 25-летний мужчина по подозрению в убийстве 65-летней женщины. В сентябре прошлого года сотрудники полиции одной из махачкалинских квартир обнаружили тело хозяйки без внешних признаков насильственной смерти. Однако из дома пропали драгоценности погибшей. Было установлено, что в момент инцидента в квартире женщины находился парень, который ранее привлекался к уголовной ответственности. По его словам, женщина погибла в результате падения и удара головой о твердую поверхность. Однако правоохранители подозревают его в сдаче ложных показаний. В тот день я приехал в гости. Мы посидели, покушали, немножко выпили. После чего у нее стало головокружение. Плохо стало. Почему? Татьяне стало плохо. Она упала. Я после чего ее поднял, положил на кровать, сходил на кухню, взял голову, прислал в лицо, чтобы человек пришел в себя в проверку, и все было нормально. Более 300 единиц техники убирают снег на автомобильных дорогах республики. Как сообщает Минтранс, в работе задействовано более 530 человек. На опасных участках устроены конусы из противогололедных материалов. Снегоуборочные работы ведутся в круглосуточном режиме. Субботники в Махачкале продолжаются. Оказать свою посильную помощь и принять участие в санитарной очистке города решили и в Муфтиате. Имаму мечети столицы и близлежащих поселков объявили об акции на пятничной молитве и в соцсетях. Кто отозвался на помощь, расскажет Курбан Рагимов. Гамзадзайрбеков пришел на субботник по зову сердца. Спортсмен-дзюдоист нашел время в своем плотном тренировочном графике. Поучаствовать в уборке молодой человек посчитал своим долгом. Я поначалу думал, что там есть органы, есть компании, которые должны выносить этот мусор, типа меня это не касается. Потом понимаешь, смотришь, ездишь и видишь этот мусор и думаешь, почему я не могу помочь, сделаю доброе дело. Чисто из-за этого думал, что-нибудь хорошее хотел сделать, решил помочь мусор вынести. Порядка 200 человек, несмотря на погодные условия, с самого утра были на месте сбора. Здесь, на площадке перед музеем «Россия. Моя история» жители столицы Дагестана и близлежащих поселков. Для волонтеров провели краткий инструктаж, раздали инвентарь. После небольшой зарядки добровольцы распределились по разным участкам и дружно принялись за работу. Всего в экологической акции задействовано более 50 единиц техники. Завалы мусора вычистили не только на центральных улицах, но и в жилых массивах столицы. Экологическая акция, по словам организаторов, показала, что жителям не безразлична обстановка в городе. Мы решили, не выясняя вину, кто виноват в этой ситуации и по какой причине это произошло. Мы видим, что проблема есть и постарались хотя бы частично решить. Мы наняли 40 единиц техники КАМАЗов и еще 10 погрузчиков. То есть нет специальной, специализированной техники для этого. Сами вот такими подручными средствами, кто-то лопатами, кто-то одел перчатки вручную, погружает и сделаем то, что можем. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Сегодня делегация имамов из разных районов республики посетила медиахолдинг «Наследие». Они ознакомились с работой телевизионных и печатных СМИ. Пообщались с журналистами новостной службы ННТ, газеты «Ас-Салам», интернет-портала «Ислам.ру» и других информационных ресурсов. В рамках неформального общения был намечен курс на дальнейшее сотрудничество. Мы в основном узнали работу журналистов, ознакомились с их работой, в каком формате и как правильно донести до населения ту информацию, которая нужна именно для людей. Увсин Дагестана за прошедший год поручил заказы на производство продукции более чем на 37 миллионов рублей. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Поляков. На заседании также обсудили вопросы открытия новых видов производства и размещения в исправительных колониях заказов для государственных и муниципальных нужд. В скором времени планируется оснащение производственного сектора колоний современным оборудованием. По словам Полякова, организация трудовой деятельности осужденных является одним из самых актуальных вопросов. Дагестан занимает последнее место в России по темпам вакцинации от коронавируса. По последним данным, первую дозу вакцины в республике получили более 5000 человек. Об этом сообщают региональные министерства здравоохранения. Всего же, по данным исследования, привились не менее 3 миллионов человек. Больше всего вакцинированных в Москве и регионах Дальнего Востока. Всероссийская акция по определению уровня цифровой грамотности прошла сегодня среди студентов ДГУ. Обучающиеся смогли повысить свой уровень в области безопасности персональных данных, а также разобрать угрозы, подстерегающие пользователи интернета при работе с персональными данными. Диктант состоялся из 30 вопросов. Для каждого предлагалось 3-4 варианта ответа, один из которых верный. По итогам теста пользователи получат цифровой сертификат об успешном прохождении теста. В этом году совместно с Дагестанским государственным университетом проводится вот такой цифровой диктант в офлайн-режиме. То есть принять участие в диктанте могут все желающие через интернет в онлайн-режиме. В этом году цифровой диктант посвящен информационной безопасности при работе в сети, работе с персональными данными. Напомним, что данный проект реализуется с использованием гранта Владимира Путина на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. Более сотни полотен известного дагестанского художника, оказавшегося в вынужденном переселении, возвращены на родину спустя 25 лет после его смерти. Халилбек Мусай Асул «100 лет эмиграции». Под таким названием открылась выставка в музее Тахо Годи. Подробнее в сюжете моих коллег. Его творчество в советские годы было под запретом. А имя нельзя было нигде упоминать. Живопись, тексты, книги, дневники. Все так или иначе было пропитано печалью невозможности жить на родной земле. Все творчество – это вечная печать скорби. Он скиталец, невозвращенец, диссидент. И даже женившись на женщине не своей национальности, Мелани фон Нагель, он учит ее аварскому языку и пишет ее иностранку в дагестанском одеянии. Это портрет Саадат. Такое имя присылал ему художник. Он писал этот портрет со своей любимой женщиной, Мелани. Он изобразил ее здесь в костюме, в дагестанском горском красивом костюме. Это фиолетовый бархат, здесь сокол изображен. И красивые очень украшения. Это, кстати, кольцо старинное египетское. Ему подарила египетская принцесса. Он его потом отдал Мелани в знак любви. Осознавая важность популяризации творчества Халилбека Мусая Сула, Национальный музей Дагестана, в начале прошлого года заключил соглашение с родственниками художника о временном хранении живописных, графических работ, фотографий, дневников и документов. Совет семейный принял такое решение, что эти работы, надо, чтобы люди их видели, чтобы не забывали. Это было и завещание художника, и желание его жены, которая передала эти картины. И мы поэтому в Национальном музее эти работы передали в начале прошлого года. Но, к сожалению, в связи с пандемией, работы немножко приостановились. Музей брал на себя обязательство провести атрибуцию картин. И дали больших планов, конечно, сделать музей и выпустить каталог. Портреты, пейзажи, иллюстрации к книгам, совершенные линии, уверенные мазки, великолепная передача цвета. От работ художника не могли оторвать глаз и самые медийные личности республики. Я стал в шоке, я первый раз вижу вот эти оригиналы, я на самом деле, хоть они хранились там, где-то, в Москве, там, то, суда, но мне реально нравится все это, до того красивого все. Я видел репродукции, там, то, суда, но когда живу и смотришь, это кайф. Экспозиция продлится полгода, а дальше в планах авторов и кураторов проекта создание музея на родине художника в селе Чох, печать полного альбома мастера и открытие постоянно действующего выставочного центра. Ларианна Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Две золотые медали завоевали дагестанцы на зимнем Кубке России по легкой атлетике среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата. Соревнования накануне завершились в Новочебоксарске. В прыжках в высоту лучший результат показал чемпион страны Абдул Вагабов, а в состязаниях среди женщин награду высшей пробы выиграла Сабина Махмудова. Помимо этого, в копилке республиканской сборной еще 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 50 регионов России. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных, всего доброго и до свидания.